всем привет в этом видео я расскажу как на стандартный мост первого аксиала поставить сихабые кулаки от второго аксиала для этого нам потребуется соответственно стандартный мост аксиаловский он у меня с костями и с чашками да то есть он уже переделанный просто решил на видео записать так будет проще объяснить наверное вот смотрите у нас есть мост аксиаловский на этот уже переделан это поэтому тут я все равно и в любом случае покажу да чего нужно делать на стандартном аксиаловском мосту да вот здесь вот здесь такие выступы будут вот здесь вот их нужно будет спилить то сделать вот это все ровное и конечно можно там чуть-чуть попробовать оставить просто на кулаках от второго аксиала внутри тут видите такие есть выступы такие как подвездочку по кругу да и может плохо вставать или не вставать поэтому чтобы не мучиться проще здесь все спилить сверху и снизу то есть могут это все заравниваем и в принципе уже можно одевать это всех обои кулаки от второго аксиала от китовой версии мостов номера в описании оставлю ли сейчас здесь вот появится да ну как всплывающий комментарий и каталожные номера то есть грубо говоря заказываем комплект таких да и комплект поворотных кулаков у меня сейчас просто разобрана поэтому так сейчас будет минут без них то есть для переделки вот это срезаем вот дальше поскольку на китовом мосту от 2 аксиала все-таки вот эти кулаки садятся на выступы да там такие сделаны ну как солнышко что ли то есть ответная частью для этих вот нанесенных попробую показать секундочку ну вот видите да такая рифленая поверхность соответственно мосту 2 аксиала на китовом до ответная часть но сделано соответствующим образом за счет этого не проворачивается сихап на мосту на есть там где-то чуть застрял или еще что то есть нормально держится и достаточно вот этого винта для крепления поездив именно креплением просто ну как на трении скажем так да вот так у меня на речке его провернула пару раз причем так что рулевую тягу из 4 миллиметрового электрода погнула поэтому решил все таки сделать ну по уму да для этого мы вставляем в мост трубки в интернете можно заказать на американских сайтах например да там есть производитель биф тюбс например стоит что-то 25 долларов например плюс доставка но простые там из латуни про чуть потолще типа еще для утяжеления моста но нам тут и утяжеление скажем так побочный эффект нас интересует чтобы именно было куда закручивать винт потому что ну пластик то тонкий получается относительно то есть закручиваться особо некуда и так удержать лучше будет плюс у нас ничего не отвалится мы там сильно ездить будем как-то интересно ну так вот чтобы сделать такую трубку я сюда вставлю фотку я просто ключ купил трубчатый ключ в магазине инструмента ну то есть это был такой трубчатый ключ на вот такой примерно длины 7 на 8 но имеется ввиду крутить гайки там на 7 или на 8 вот от него все лишнее отрезал просверлил отверстие тут нарезал третью резьбу вот так вот длина вот этого где-то 51 с половиной должна быть ну это мерил да потому что здесь подшипник стоит но вместе делать чуть побольше не страшно можно будет лишнее там напильником например средства ну подогнать по месту то есть вот здесь вот под ширину подшипника 4 миллиметра должно остаться но есть чуть меньше останется в принципе не проблема сделаем такие трубки сюда чтобы ее поставить сюда поскольку тут подшипник здесь месте крепления подшипника 11 миллиметров диаметр оси здесь пластиковый выступ будет его нужно срезать можно сверлом но это не очень удобно да то есть пройтись вот так вдоль сверлом проще дремелем вот это вырезать то есть вот здесь вот лишний пластик весь дремелем вырезать и и трубку вот эта 11 миллиметровая она практически 11 10 9 примерно в моем случае она сюда нормально встанет то есть вы в этой трубке сверлить отверстие впереди и сзади ну это в идеале да в принципе можно даже с одной стороны будет сделать уже нормально держаться будет вставляете эти две трубки дальше надевает секундочку дальше соответственно собираете это все ну сюда вставляете подшипник понятное дело потом а пока нам для сборки но чтоб все правильно разметить то есть у нас все хобби тут как видите отверстия нету на завода нам его нужно будет сделать соответственно мы отмеряем отверстие но расстояние вот это тут почти 6 миллиметров то там 5 и 7 пример 5 и 6 но в данном случае не особо принципиально дальше нам нужно ось надеть сихап не сразу заметил на самом деле но вот видите тут есть на сихами такая меточка вот это меточка на оригинальных мостах 2 аксиала да вот тут на сихами меткой там на корпусе моста ответная часть скажем есть чтобы выставить нужный угол то есть как бы нам нужно не вот так чтобы было ровно да чтобы примеру так было плюс-минус то соответственно мы берем переворачиваем мост увидел посередине тоже есть такой выступ и стараемся этой меткой сейчас секундочку прицелюсь то есть но видите на если просто ровно ставим то отметка примерно сюда идет да а если пытаться выдержать угол как на втором аксиале то эта метка она должна целиться примерно выступают в этот либо второй вариант как я делал да смотрите вот мой старого аксиала да у него вот здесь вот посередине ну как видно корпус отлили ничего делали да вот есть такая линия на вот это вот сихами да здесь видите вот их то что ну как грани есть короче на вот вверх сюда идет они примерно здесь вот ну как сходится на одной линии соответственно что получить здесь то же самое вот это вот это вот серединка прицелиться здесь середина моста так точнее будет и проще сделать двух сторон то есть мы целимся середину моста и одеваем с одной стороны и то же самое делаем с другой то то есть берем опять же вот этой вот серединкой да вот ну вот эта линия целимся вот на стык только раз прицелились и все то есть у нас принципе да если мы сейчас посмотрим тяжелая будет показать я попробую все эти вот два моста ставим горизонтально да и угол у нас практически одинаковый кто-то может придумывать более какой-то точный вариант простой в принципе да плюс-минус одно и то же получилось ну там в пределах градуса может на глаз почти одинаковые нормально значит теперь че делаем вот мы одели отмеряем раньше намерили да где отверстие находится там 5 и 8 5 7 миллиметров вот так соответственно здесь мы о ребру тогда отмечаем сверлили здесь отверстие два с половиной наверно в идеале что сюда ну может там побольше 27 кто разбирается в комментарии напишите чтобы м3 нормально закрутился винт и соответственно одним винтом сюда потом закручиваем сюда и получится поскольку в трубке от резьбу нарезали им третью на то есть у нас винт пройдет здесь через пластик дальше через стандартное отверстие оси аксиаловской и в трубку закрутиться вот вот сюда я тоже стандартный винт это закручу ну так что покрепче держалась чтобы ну грубо говоря там здесь вот как как хамута как стандартное крепление здесь вид и не знаю взять буду сверлить наверно нет тоже потому что этот выступ тут в принципе думаю так хорошо держаться будет их уже не провернет потому что их там сейчас даже рукой тяжело так провернуть вокруг оси плотно садятся так еще один момент да смотрите у 2 аксиала да сиха бы тут отверстие маленькая потому что крепление немножко отличается то есть у первого аксиала все хаби у него тут отверстие больше туда втулка вставляется до точнее она вставляется в этот в поворотный кулак на втулка такая да и через винт закручивается сюда здесь принципе ну то есть сюда им 3 закручивается поэтому когда будете комплект покупать либо купите сразу такие вот винты как на втором аксиале свете на он такой составной то есть несут этот 3 ну да то есть это м3 а вот эта верхушка у него ну около четырех миллиметров там где-то 39 показать соответственно тут какие варианты либо купить комплект таких винтов честно не я номер напишу сюда да и там цель посмотрите сколько они стоят есть смысл или нет я у меня про сейчас кулаков нет под рукой от этой оси да уже переделанных чего можно сделать можно взять стандартный этот кулак поворотный до 2 аксиала здесь немножко рассверлить и вставить сюда втулку от 1 металлические втулки от 1 сюда ставить и обычным им третьим насквозь закрутить то есть не использовать вот эти вот специальные винты но это уже решает сами в принципе этот вариант этот работает ну соответственно сейчас просто покажу да чего получается по итогу в принципе ну то есть когда соберете да у вас получится вообще зачем это все нужно у вас будет хороший выворот в любом случае да то есть неважно используете его привода второго аксиала либо от первого тут чашки буду до с костями то есть выбор от хорошего плюс будет правильная геометрия поскольку у второго аксиала вместо крепления вот этой тяги рулевой да но получается на одной линии но когда колеса ровно стоят на одной линии вот этой вот осью да то есть у него нормальный а керман сразу тоже на первом аксиале когда поворачиваете у вас получается ну допустим сюда налево есть поворачиваете налево на первом аксиале у вас по идее вот это колесо должно устоять да параллельно с этим. Либо вот это, которое со стороны поворота, должно чуть сильнее поворачиваться. А на первом акселе он меньше поворачивается. То есть они как плугом встают. Это неправильно. Вот это полностью все проблему решает. Плюс хороший выворот. Кулаки крепкие. И все хабы, соответственно, крепкие. Поэтому за недорого получается нормальное решение для рулевой. То есть не надо там хайклиренс кулаки алюминиевые брать, еще что-то. Сколько вам? 20 долларов стоит эти две комплекты. И сразу проблема вся решается. Давайте покажу. Сейчас проверим. Вот я говорил, что вроде как бытует меньше, что подходит. Сейчас проверим тогда сразу. Будет еще прямо отсюда. Там ГПшка внутри. Сейчас вставляем. Вставилось. Сейчас наживем просто, чтобы проверить. Сильно закручивать не буду. Ну и, собственно, второй. Вот. Вот. Смотрите продолжение в следующей части. Смотрите, приводы оделись. Давайте проверим. Сейчас покрутим. Кручу. Соответственно, все крутится нормально с двух сторон. В чем могла быть проблема? Могли не дотягиваться. Ну и плюс вот этот шарнир у него рассчитан на определенную геометрию. Ну вот наше взаиморасположение кулака есть их. А поскольку у нас это все аксиаловское, то все нормально. Вот смотрите. То есть все работает и проверим сейчас. Да, тут подшипника пока нет, надо поменять просто. Не успел. Я в любом случае это все смазывать буду, разбирать. Вот смотрите, да, то есть. Тут держу отвертка, чтобы не крутилась. Да, тут пытаюсь покрутить. То есть все нормально, там держится. Никаких люфтов, ничего нету. Внутри обычная аксиаловская рывовная пара. Блокер стандартный, там идет, который в этом, в РТР первом аксиале. То есть вот, пожалуйста, мост первого аксиала. Привода сихаба кулаки от второго. То есть сразу выворот у нас классный. Привода эти ходят отлично. То есть условно вечные стоят. Но если чисто аксиаловские брать, они не дешевые. Но опять же, я поскольку покупал себе набор мостов. Ну, то есть два моста брал, китовых, да, аксиаловских. Ну, вот эти наборы. А там в комплекте привода такие есть. То есть если что-то будете себе брать россыпью, то бонусом у вас комплект. А, ну и там на два моста, получается, будут сихабы и кулаки. И поворотные. И привода. То есть если вы решили просто собрать себе одну модель и взяли два моста, да, то у вас еще в комплекте будет для вашего первого аксиала. Комплект для улучшения выворота. В общем, как-то так. Соответственно, все это соберу и буду использовать. Единственное, в этот мост я оставлю все-таки кости с этими, с чашками стандартными. А эти привода на другое шасси пойдут. Там мосты второго аксиала. Ну, как-то так. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.